Кубок Александра Овечкина – молодой турнир, который проходит всего второй год подряд. За это время из областного он смог стать всероссийским. И второй год подряд воспитанники химика 2007 года рождения в призовой тройке. В прошлом году это было золото, а в этом бронза, но и состав участников несравним. На этот ОВК приехали клубы ведущих хоккейных академий страны. Акбар с ЦСКА, Динамо, Спартак, Локомотив, Салават Юлаев и Авангард с Кастрельна и Белые Медведи из Челябинска. В этом году было сложнее, намного сложнее, чем в прошлом. Потому что такие команды приезжают не на все турниры. Тяжелые игры на самом деле. Готовились весь июль, но не специально к этому турниру. Мы готовимся к сезону. Это как больше подготовка к сезону. Но тем не менее, поиграть с такими командами очень приятно. Эту бронзу ни в коем случае не стоит расценивать как ухудшение результатов В сражениях с лучшими командами России «Химик» не затерялся и показал высокий уровень нашей хоккейной школы. В матче за третье место ребята встретились со СКА Стрельна. Матвей Сухачев сделал дубль в этой игре. Игра была сложной. Мы сначала играли в нашей зоне, проигрывали по борьбе. Но потом вывели шайбу из зоны, я ее подхватил, вышел 1-0 и забил. Ганди Кап в две шайбы питерцы отыграть смогли, но в итоге дрогнули под натиском воскресенцев. В 3-2 Артем Лыхин забивает победную шайбу и вырывает для команды бронзу Кубка Овечкина. Наш вратарь Егор Рыбкин признан лучшим на турнире. Где самые опасные нападающие были? Авангард и наш матч за третье место СКА Стрельна. В Авангарде мы им проиграли, но у них очень сильные нападающие, а у СКА выиграли. Поздравить ребят с победой и бронзовыми медалями турнира пришел исполняющий обязанности руководителя администрации района Артур Болотников. У нас третий турнир Овечкина планируется международный. Если в этом году у нас всероссийский, в прошлом областной, то вам только побеждать канадцев, а осталось и американцев. Всех остальных вы и так разделаете. Поэтому побед вам, спасибо, мы вами гордимся, вы молодцы. Игры наших юношей с североамериканскими и канадскими хоккеистами станут настоящей проверкой. Чего сегодня стоят воскресенские хоккеи на международной арене, узнаем уже в следующем году на ОВИ Кап. Александр Иванов, Руслан Полянин, Новости Искровект. Александр Иванов, Руслан Полянин, Новости Искровект.